Вот мое сегодняшнее сообщение называется, как видно на экране, «Российская экономическая динамика переходного периода». Эта тема совершенно необъятная, и в рамках одного короткого сообщения сколько-либо полно раскрыть ее не представляется, разумеется, никакой возможности. Поэтому я буду концентрироваться, что называется, на верхнем слое, и я хотел бы рассмотреть три основных блока вопросов, совсем кратенько. Первое, это я хотел бы обсудить то, что обычно остается за кадром, это вопрос концептуальной рамки, парадигмы, если угодно. Второе, это рассказать и показать какие-то основные стилизованные факты, касающиеся российского переходного периода. И третий небольшой блок вопросов, это я хотел бы обсудить подходы к задачам содержательным, какие моменты имеет смысл учитывать, занимаясь анализом переходной экономики. Итак, что касается парадигмы. Когда мы слушали доклад Бородкина Леонида Васильевича и Мархевича Андрея Михайловича, то эти доклады были посвящены, с одной стороны, дореволюционным десятилетиям, первый доклад российским, второй доклад первым, послореволюционным десятилетиям. И в них сквозной нитью проходила идея модернизации, в частности, индустриализации. То есть нам не просто рассказывали какие-то факты, нам не просто показывали какие-то графики, а все это было нанизано на очень четкую конву, все это делалось в парадигме модернизации. Модернизация, в частности, индустриализация российской экономики, это была основная идея в этих докладах, и именно этот процесс модернизации определил характер долгосрочных тенденций. За те многие десятилетия, то есть с конца 19 века до середины 20 века, очень многое, что произошло в нашей стране, произошли две мировые войны, гражданская война, две революции, то есть это сами по себе колоссальные события, но это на анализ экономической динамики, это накладывалось как внешние шоки неэкономической природы, причем характерные времена были существенно меньшие у этих шоков, несмотря на всю остроту соответствующих событий. То есть долгосрочные тенденции определялись временами, развивались на характерных временах, измеряемых десятилетиями, эти события измерялись временами порядка лет, то есть это все-таки более краткосрочные. Соответственно, в тех двух докладах очень четко видна парадигма, то есть ключевой ведущий процесс, на который что-то накладывается. Второе, с точки зрения техники, те два доклада, как я это называю, они использовали технику интерференции или наложения. То есть вот там этих слов не было произнесено, но техника по существу была такая. То есть есть процессы с разными характерными временами, и на более долгосрочные процессы накладываются менее долгосрочные процессы, соответственно проводится декомпозиция, как принято вообще в науке, то есть в исследованиях принято разложить сложные явления на совокупность простых, и вот эти простые как-то анализировать. Вот именно это было там сделано. Почему я говорю сейчас об этом? Потому что когда мы рассматриваем российскую экономическую динамику переходного периода, то вот эта же схема, она явно просматривается здесь. То есть здесь важен вопрос парадигмы. Если там была парадигма модернизации и индустриализации, то здесь парадигма трансформации. Вот именно эта трансформация определила характер долгосрочных тенденций, подобно тому, как модернизация определила характер долгосрочных тенденций в конце 19-го, в середине 20-го веков. Поэтому был спад, поэтому начался рост, поэтому произошло затухание, о котором сейчас только говорят, забывая о двух предыдущих стадиях и так далее. И вот на эти долгосрочные тенденции наложились процессы более краткосрочные, то, что у нас принято называть кризисами. То есть у нас почему-то вот тот глубочайший кризис трансформационный, он как бы звание кризиса не удостаивается очень часто, тогда как мы говорим про кризис 98-го года, кризис 2008-го года, кризис вот тот, который сейчас, надеюсь, заканчивается. Вот это события менее масштабные, они на меньших характерных временах и они накладываются на вот тот основной ведущий процесс. И вот этот вот ведущий процесс, он, как уже было сказано Ильей Борисовичем, он идет от состояния, когда наша экономика имела плановый характер и вот идет к тому состоянию, когда она будет иметь рыночный характер, в сущности она уже в основных чертах имеет. А вот в процессе перехода есть промежуточные состояния, которые могут обладать собственной спецификой, отличающейся как от специфики плановой экономики, так и от специфики рыночной экономики. Так вот, рассмотрение я буду проводить вот в этой вот парадигме и ниже, рассматривая вот стилизованные факты уже, я что-то скажу про долгосрочные тенденции, что-то про структурные сдвиги и потом в конце поговорю про особенности переходной экономики в связи с теми содержательными задачами, которые здесь могут быть. Ну вот, какие-то из вопросов, многие из вопросов, которые я здесь буду затрагивать более подробно в моей книжке 2005 года, изложены, которые доступны в интернете, ну и какое-то количество, видимо, бумажных есть экземпляров. Итак, долгосрочные тенденции. Как я уже сказал, как мы все знаем, есть такие термины, как трансформационный спад, восстановительный подъем, ну и вот нынешняя стадия. На самом деле, те люди, которые знакомы с какими-то азами из естественных ног, прекрасно знают, что переходные процессы вообще-то существуют в системах самой разной природы, да, то есть это может быть какой-то нарезной, может быть для какой-то части экономистов, но никак не для тех людей, которые чего-то изучали из естественных ног. И очень хорошо известно, что вот в сложных системах, в сложных нелинейных системах самой разной природы есть именно такие переходные процессы, которые сначала сопровождаются фазой ухудшения, потом фазой улучшения, потом фазой затухания. Вот об этом можно подробнее почитать, например, в книге великого Арнольда Владимира Игоревича «Теория катастроф», это единственное место, где вот то, что происходило на протяжении последней четверти века, было изложено до того детально, внятно, четко. Вот в экономических трудах ничего подобного я не находил, а у Арнольда, причем он не с первой попытки опубликовал, он пытался опубликовать еще в предыдущем издании этой же книги, но там ему не удалось это сделать, вот он опубликовал это только в 90-х годах. Вот это чрезвычайно поучительно. Вот математик, который знает, как устроены сложные нелинейные системы, очень четко по пунктам прописал, как это все будет происходить, с какими проблемами мы столкнемся и так далее. Там это в форме как бы выводов, в форме совокупности выводов, он их не обосновывает, он это позиционирует как выжимку, как вот некое общее знание из тех вот исследований, которые посвящены сложным нелинейным системам, но там это есть. У экономистов ничего подобного я не находил, более того, экономисты с трудом, мне кажется, осознают вот какие-то даже самые простые вещи из этого. В экономических терминах то же самое можно назвать следующим образом. Фаза ухудшения – это трансформационный спад. Что интересно, сейчас мы все говорим о том, что для нас это какое-то общее знание, если я начну рассказывать, что такое трансформационный спад, наверное, вот первая реакция будет, что это, ну вот я говорил о каких-то вещах элементарных, которые все знают. Но эти элементарные вещи, в общем-то, не всегда люди знали. И когда начались процессы трансформации в переходных экономиках, как в экономиках сначала это были экономики Центральной и Восточной Европы, потом это были экономики на постсоветском пространстве, вот сначала случился спад в одной стране, потом в другой, потом в третьей, и никакого понятия трансформационный спад не было. Ожидания вообще были, не соответствовали тому, что будут глубокие и затяжные эпизоды спада. Кто-то говорил о том, что, да, действительно, у нас какое-то ухудшение может быть, но вот это знание не было общим, эта идея не овладела массами, в целом ожидания были скорее радужными. И вот понадобился, и вот первым, кто рассмотрел за деревьями лес, был Яна Шкорной, это известный исследователь Венгерский, вот ему это позволило то, что он был своего рода кентавром, он вроде бы сейчас жив еще. То есть он, с одной стороны, жил в Венгрии и знал, как устроена плановая экономика, как устроена социалистическая система, у него есть книги соответствующие, в частности на русском языке вышла где-то в 90-х годах книга «Социалистическая система» Яна Шкорной, он понимал, как устроены плановые экономики. И в то же время он знал современную экономическую теорию, он знал, был воспринят на Западе, он работал в Гарварде, да, то есть он вот обладал знаниями и оттуда, и отсюда. Вот он работал на границе раздела и понимал, что происходит здесь и почему, и как это можно объяснить тем людям, которые сидят на Западе и которые вообще-то не жили вот в этих реалиях. Вот он разглядел за деревьями лес и ввел этот термин «трансформационный спад». Насколько мне известно, в России первым или одним из первых был Полкирович Виктором Иерович, у него в 96-м году в экономике и мат-методах вышла, ну вот статья посвященная этому, здесь уже было преломление в связи с какими-то нашими проблемами, да. Вот. Следом за трансформационным спадом был восстановительный подъем, людям тоже было тяжело поверить, тяжело поверить на фазе спада, что потом будет подъем и он будет быстрым. Это тоже совсем не сидело в мозгах вот априори. Это мы сейчас можем делать вид, что мы всегда были такими умными, что понимали, что и спад будет, а потом будет светлое будущее. Не понимали ни того, ни другого, да. Случился подъем. И, наконец, случилось затухание переходного процесса, то есть его завершение в первом приближении. Забегая вперед, скажу, это то, что сейчас принято называть новой нормальностью. Вот это и есть обычное затухание. То есть для людей, знакомых с переходными процессами в системах иной природы, то, что я сейчас рассказал, есть факты абсолютно тривиальные, да, которые, ну, очевидно, как бы, первый курс. Как это выглядело на картинках? Выглядело следующим образом. Вот это динамика валового внутреннего продукта в постоянных ценах. Что здесь есть? Какие тут линии? Это все с 90-го года. Очень хотелось бы чуть раньше, но не получается. Докризисный максимум был где-то в 89-м, наверное, году. Вот. Ну, так что мы почти от максимума здесь идем. Что мы здесь видим? Мы видим фазу нарастания негативных тенденций, спад с самыми высокими темпами. Он был примерно в 93-94-м годах. Там темпы спада были очень велики, вплоть до 15% в годовом выражении. Это сумасшедшие темпы спада. Потом они стали замедляться, как и положено всегда. Нижнюю точку мы достигли в 96-м году, и уже в 97-м обозначился подъем. Но, как я говорил, я буду использовать идею интерференции, идею наложения. Наложилось первое событие. Вот оно. Это кризис 98-го года. До нас дошел азиатский кризис, да, мы его не выдержали. И у нас. Так вот, если мы возьмем и интерполируем от 97-го года, когда нас этот кризис еще не затронул, до 2000-го года, когда мы в первом приближении из него выползли, мы увидим, что вот тут вот совершенно гладкая кривая, все продолжается, все ведет себя так, как и должно вести себя на переходном процессе. Если бы мы... Да. Точно так же мы можем поступить со следующим кризисом, кризисом 2008-го года, да, то есть он начался в конце, в самом конце последних месяцев 2008-го года, и итоги 2008-го года затронуты были не сильно, сильно были итоги 2009-го года. Мы точно так же можем интерполировать и получим плавную картинку. Ну, а здесь мы можем экстраполировать общую тенденцию, и мы увидим небольшую флуктуацию, которая относится, соответствует вот тому кризису, который мы сейчас переживаем, если это кризис. Вот. Таким образом, если убрать вот эти вот события с меньшими характерными временами, события мелкие, да, они на самом деле с точки зрения экономистов, они крупные, потому что память у нас короткая, и мы помним последний кризис, ну, предпоследний еще помним, да, вот, и кажется, что вот катастрофа, караул и так далее, но на самом деле кризис вот. А это, ну, не то чтобы реп на воде, но это событие меньшего масштаба, меньшего масштаба и иной природы. Так вот, если мы проведем декомпозицию, если мы элиминируем влияние вот этих вот событий, получим картинку абсолютно типичную для переходных процессов в системах самой разной природы, и если мы уберем подпись, что это динамика ВВП, здесь оставим, что это только ось времени, года уберем, вот это вот уберем, а здесь скажем, что это некий показатель, то этой картинкой в учебнике можно иллюстрировать переходные процессы где угодно, где угодно, они одинаковые, да, то есть в этом плане у нас происходило нечто стандартное. Посмотрим, посмотрим еще. Значит, к настоящему времени можно считать, что переходный период в первом приближении завершился, и индикатором этого является затухание темпов. У всякого переходного процесса темпы когда-то затухают. Далее, интересен вопрос, а что у нас изменилось, как изменился масштаб экономики за время переходного периода. Вот если мы соединим ту верхнюю точку, которую мы имеем, 90-й год, вообще-то хотелось бы 89-й, будет еще несколько выше, да, и соединим, ну скажем, с 12-м, 13-м, 14-м, они на одной линии более-менее лежат, да, никто не будет спорить, что это уже после кризиса 2008-го года, но еще до кризиса 2014-го года, то мы получим вот эту экспоненту тут все в логарифмическом масштабе, вот эта экспонента, она с темпом 0,7% в год. При этом я не поручусь, что эти 0,7% статистически значимо отличаются от нуля, потому что точность измерения вот этой экономической динамики, точность измерения долгосрочных тенденций исчезающей низка. Она не просто низка, она исчезающая низка, вот здесь погрешности по крайней мере десятками процентов измеряются, поэтому темпы совсем невелики. Что это за темпы? Ну, во-первых, это те темпы, которые были у нас до начала экономической трансформации, вот они в среднем за это все время. Во-вторых, как я уже сказал, это очень низкие темпы, получается, что в первом приближении масштаб, объем нашей экономики за время перехода не изменился. То есть, каким был масштаб, таким он в первом приближении и остался. Это вот такой стилизованный факт. Это такой стилизованный факт. И, значит, после таких слов всегда тянется сказать, что это была потерянная четверть века и так далее. Вот я это обозначу, этот узелок на память завяжу, но к нему еще вернусь потом, чтобы ответить на вопрос. Все-таки потерянная это была четверть века, потерянные три десятилетия или не потерянная. Ну вот мы видим какую-то динамику, нам хочется сказать много это или мало, долго это или недолго и так далее. Тут вспоминается, что все познается в сравнении. Правильно? Надо с чем-то сравнить. Много это или немного? Давайте сравнивать. С чем можно сравнивать? Можно сравнивать либо с другими объектами, либо с тем же объектом, но в другое время. То есть мы можем сравнить вот это либо с трансформационной динамикой в других странах, либо с какими-то другими кризисами в нашей экономике. Ну вот есть такой обзор Кампаса и Коричелли, посвященный переходным экономикам. Он достаточно старенький, он еще не полностью захватывает стадию восстановления. Он не обладает той глубиной, которая обладает знаменитый отчет Гура Офера про советскую экономику. Ну да, но тем не менее что-то там написано, там чего-то можно почитать. И вот пройдем два этих сравнения с другими странами и с нашей же стороной, но в другие времена. Вот здесь я взял общеизвестные данные по динамике ВВП в постоянных ценах для некоторых стран. Я брал такие страны, которые, во-первых, не сильно воевали, потому что там, где война, там, понятно, это уже не экономическая природа, соответствующие динамики. И я постарался сделать так, чтобы попали сюда на этот график разные страны, различающиеся. Так вот мы видим, вот это Россия, вот это Венгрия, родина Яна Шикорной, вот это Польша, та страна, которая первой пошла по пути шоковой терапии. Вот это Вьетнам, вот это Китай. Вот если мы будем брать страны центральной и восточной Европы, будет примерно такая же картинка. Если мы будем брать страны постсоветские, те, которые похожи на Россию, а именно Украину, ну вот до последних событий, Белоруссию, Казахстан, да, если мы не будем брать те страны, где большие потрясения были, да, то получим картину близкую, вот, к российской, лучше или хуже, ну, в общем, примерно так же. Вот. Таким образом мы видим, что трансформационная динамика это не исключительно российский феномен, то есть мы в этом плане можем отличаться количественно, но никак некачественно, да, это в разных странах прав был Яна Шкорна, и хотя, конечно, из одного градчика такого вывода сделать нельзя. Возникает вопрос, а почему нет явно выраженного трансформационного спада в Китае или, скажем, Вьетнаме? Ну, это можно объяснять следствием того, что называется низкий старт. На начало реформ, они там начались раньше, чем у нас, да, это конец 70-х годов в Китае, вот, у них уровень развития экономики был невысоким, система была сравнительно простая, падать было нечего. Грубо говоря, если мы решим переехать из одной квартиры в другую, которая будет лучше, более качественная, более просторная, поначалу нас ждет переходный период. Мы будем собирать вещи, мы будем мучиться, мы будем перевозить и так далее. И вот те, кто работают в высшей школе экономики, знают это, потому что мы без конца переезжаем. Видимо, вот наше руководство специально проводит такую политику, чтобы вот мы впитали идею трансформации в себя, да, чтобы понимали переходные процессы. Вот. А потом будет уже улучшение. Так вот, если вы переезжаете из трехкомнатной квартиры в пятикомнатную, у вас будут большие проблемы, связанные с переездом. А если вы переезжаете с одним чемоданчиком из общежития в какую угодно маленькую, но свою квартиру, то у вас спад вот этой вот, ваши издержки, связанные с переходом, с переездом, будут совсем невелики. Ну, вот такая вот, может быть, немножко вульгарная, но аналогия. Значит, переходная динамика наблюдается не только для показателей выпуска, но и для других показателей, в частности, для, она заметна на динамике цен. Да, здесь для тех же самых стран показана динамика цен в качестве индекса, цен взят дефлятор ВВП. И мы видим, что и здесь динамика имеет все признаки трансформационные. То есть, сначала темпы роста цен были невелики, хотя людям, которые жили в то время, они и могли казаться заметными. Потом ускорение инфляции и наступает период очень высоких темпов роста. А потом происходит затухание темпов инфляции, которое наблюдается у нас, наблюдалось в других странах и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это трансформационная динамика. Здесь масштаб также является логарифмическим, да, поэтому масштаб увеличения цен очень сильно различается в разных странах. Но, несомненно, то, что во всех странах динамика явно бывает трансформационной. Это то, что касается сравнения с другими странами. То есть, мы здесь не одиноки. То, что у нас произошло, происходило и в других странах, хотя, может быть, масштаб у нас несколько более высокий. Теперь сравним с некоторыми другими эпизодами. Значит, вот здесь показана картинка, здесь динамика промышленного производства. Здесь показаны четыре кризиса, четыре кризисных эпизода. Ноль – это последний год перед кризисом, да, то есть перед началом интенсивного спада. А дальше уже как эти кризисы развивались. Четыре кризиса таковы. Кризис трансформационный, о котором мы сейчас говорим. Третье – это то, что было в России во время Первой мировой войны, революции, гражданской войны. Третье – то, что было в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Ну и сам Бог велел сравнить с Великой депрессией в Соединенных Штатах Америки. Иначе сравнение будет неполным. Как нам не сравнить себя с американцами? Так вот, мы видим следующее. Что вот наш вот этот вот эпизод, он является самым длительным из всех. По глубине он уступает тому, что у нас было во Вторую мировую войну. Несмотря на то, что значительная часть территории была оккупирована и многое было разрушено. Хотя, конечно же, структура производства была совсем иной. Значит, по глубине это уступает тому, что у нас было в Первую мировую войну до начала Гражданской войны. И это уступает и по глубине, и продолжительности тому, что было в Соединенных Штатах Америки. Вот Соединенные Штаты Америки, вот мы. То есть, у них не та глубина и не та продолжительность. То есть, то, что у американцев детей пугают Великой депрессией, на самом деле, вот, наше событие является более масштабным, более длительным, более глубоким. Хотя, может быть, мы не воспринимаем его как нечто чудовищное. То есть, это феномен беспрецедентный, по глубине и продолжительности этот спад, это беспрецедентный феномен для крупной страны в мирное время. Вот. Мы уступаем по глубине, но не по продолжительности, только тому, что было у нас во время Гражданской войны. Ну, слава богу, сейчас у нас Гражданской войны нет. Вот это, как бы, в общих чертах, как бы, общая картинка того, что у нас произошло. Ну, и про хронологию переходного процесса я фактически уже говорил. То есть, кризисный максимум был достигнут в 89-м году. Трансформационный спад, кульминация темпа, самые высокие темпы спада были в 93-м, 94-м годах. Нижняя точка, ну, если бы не было кризиса 98-го года, то это наверняка был бы 96-й год. Ну, а сейчас, чтобы не впускаться в дискуссию, будем говорить, что между 96-м и 98-м. Потом был восстановительный подъем. В частности, я люблю выделять такую часть восстановительного подъема, как межкризисное десятилетие с осени 98-го года по осень 2008-го года. Вот если сравнивать уровень 3-го квартала, уровень ВВП 3-го квартала 98-го года с уровнем 3-го квартала 2008-го года, у нас ровно в два раза ВВП удвоился за это время. Соответственно, темпы средние были 70-м небольшим процентов. И мы видим, что сейчас мы переживаем период затухания переходного процесса, то есть экономика утрачивает свою трансформационную специфику. Это можно называть текущей стадией, это можно называть новой нормальностью, хотя мне не нравится этот термин. В отличие от трансформационного спада, новая нормальность, она как бы не несет какого-то серьезного смысла. Говорят о замедлении экономического роста по разным причинам, но это все к вопросу о том, из чего сделана колбаса. То есть на самом деле это затухание переходного процесса. Все. При другой экономической политике могли бы быть другие детали, но в общих чертах динамика была бы той же. Это то, что мы сейчас наблюдаем. Итак, подытоживаем этот сюжет. За время реформ масштаб экономики изменился не сильно, то есть в первом приближении остался прежний. Если мы поговорим, вспомним о том, какие вопросы сейчас принято обсуждать, вот Петербургский экономический форум идет и так далее, мы включаем средства массовой информации, слушаем, и возникает ощущение такое, что мы это уже слышали. Вот у меня, по крайней мере. Вот у молодых людей такого ощущения не возникает, потому что тогда они это не слушали. А люди моего поколения слушали это уже все. Это некое деживю. То есть мы вернулись к прежней повестке. Как ускорить экономический рост? Как ослабить сырьевую ориентацию нашей экономики? Это все очень напоминает вплоть до деталей ту дискуссию, ту повестку дня, которая была в середине 80-х годов, когда у нас начиналась перестройка. Напомню, начиналось сначала ускорение, а потом уже перестройка. Что такое ускорение? Мы описали сейчас ход этого ускорения. Мы вернулись к прежней дискуссии. Кто-то скажет, что это диалектическая спираль, кто-то скажет, что это призовая игра. Но, во всяком случае, мы вернулись примерно в тот круг вопросов. Тогда, если у нас не изменился масштаб, в первом приближении не изменился масштаб, что тогда изменилось? У нас это четверть века потеряно или не потеряно? Ну, очевидно. Изменилось очень многое. Изменился тип экономики. От плановой экономики мы перешли к рыночной, и это главное, что произошло. Экономика, соответственно, изменилась скорее качественно, чем количественно. А коли она изменилась скорее качественно, чем количественно, то стандартных агрегированных показателей, вроде ВВП, недостаточно для адекватного описания того, что произошло. Как быть? На что смотреть? Ну, самое очевидное, первое, что приходит в голову, это спуститься на один этаж в иерархии показателей. Правильно? То есть, если мы смотрим на ВВП, это показатель самого верхнего уровня иерархии, там все суммировано, все, что можно, соответственно, вся информация о структуре там уже потеряна. Давайте спустимся на предыдущий этаж, на уровень отраслевой, на уровень отраслей экономики, и посмотрим, как дело происходило так. То есть, посмотрим, что это по части структурных сдвигов. Как уже было сказано Илье Борисовичем, как говорилось в предыдущих выступлениях, в плановой экономике сформировались некоторые перекосы. Собственно, почему возникла идея проводить какую-то перестройку, почему возникла идея проводить какие-то реформы. Реформы обычно проводят не потому, что их хочется проводить, а потому, что их нельзя не проводить. Так вот, вспоминая ту повестку, вспоминая тот дискурс, как сейчас говорят, который имел место в середине 80-х годов, то сразу можно сформулировать несколько пунктов. Первое. Сырьевой характер. Только сырьевой характер понимался в несколько ином смысле, чем сейчас. Сейчас мы стали энергетической сферы державой, мы поставляем много сырья в самые разные страны. Сырья и продукции первичной переработки. В то время под сырьевым характером, в эпоху меньшей вовлеченности нашей страны во внешнеэкономические связи, под сырьевым характером понимали высокую материлоемкость, высокую энергоемкость конечной продукции. Про нашу экономику, нашу экономику иллюстрировали такой трапецией с очень длинным, с широким основанием и узкой верхней частью. И говорили, вот смотрите, на входе мы много-много сырья имеем, а на выходе мало-мало конечной продукции. На единицу конечной продукции тратим в несколько раз больше сырья, энергии и все такое. Надо сделать так, чтобы была не такая трапеция, а что-то вроде прямоугольника, чтобы более эффективна переработка сырья в конечную продукцию. Далее, этому соответствовали искажения ценовых пропорций, а именно, было сравнительно дешевое сырье, сравнительно дорогая конечная продукция. Цены устанавливались нерыночным путем, цены устанавливались централизованно, но вот они устанавливались так. Это привет из эпохи индустриализации. То есть эти перекосы возникли не случайно. Это был инструмент поддержки процесса индустриализации. индустриализации, предвоенные и так далее. То есть тогда действительно с тем, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих отраслей, стимулировали это высокими ценами на их продукцию и низкими ценами на сырье. И действительно, эта цель была достигнута, но диспропорции сохранились. И их нельзя было просто так изменить, потому что они были материализованы в технологиях. Нельзя просто так взять и на единицу конечной продукции, изменив всего лишь цены на сырье, вот просто так одномоментно поменять материалоемкость, энергоемкость. Это не получится, потому что надо заменять оборудование, надо инвестировать очень много, надо людей учить и так далее. Так вот, соответственно, была такая ценовая. Далее, имела место неконкурентоспособность конечной продукции. С чем это было связано? Это было связано с тем, что мы жили в автарке. То есть у нас была монополия внешней торговли и вообще объем внешней торговли был сравнительно невелик, по сравнению, например, с тем, что мы имеем сейчас. Соответственно, наша конечная продукция, в том числе товары бытовые, товары длительного пользования, они не конкурировали, ни с кем было на внутреннем рынке конкурировать, поэтому притчей во языцах было качество наших магнитофонов, качество наших телевизоров, качество наших автомобилей и так далее. Вот это следствие автарки и следствие отсутствия обратной связи. С обратной связью в плановой экономике вообще тяжело, об этом говорил Баранов Эдуард Филаретович, с отсутствием мотивации на микро уровне тяжело в плановой экономике, а автарки еще приводило к отсутствию конкуренции. Там, где у нас была конкуренция, например, в вооружениях и военной технике, Там у нас дела обстояли, в общем-то, существенно иначе, и в космической области, отрасли тоже. То есть там уровень был совсем иным. А вот по части, скажем, товарного родного потребления это так. Далее, нам известно, что был гипертрофированный военно-промышленный комплекс, об этом говорили все и всегда. Были гипертрофированные инвестиции в основной капитал, об этом говорилось в докладе Ильи Борисовича, потому что у нас при полной занятости не было возможности увеличивать предложение труда. Да, единственное, чем могли играться мы, это увеличивать услуги капитала, для чего были гипертрофированные инвестиции, но все это привело к тому, что они были не вполне эффективными, то есть капитал не вполне работал. И традиционная российская беда, она еще с царских времен, она через все эпохи прошла, вот и через все потрясения, это неразвитый сектор услуг. Значит, о причинах я уже сказал, и вот необходимость ликвидации этих перекосов считалась одной из целей реформ. Считалось, вот мы сейчас план, это плохо, мы перейдем к рынку, это хорошо, пойдут сигналы, ценовые сигналы, сигналы от рынка, экономика будет их воспринимать, и вот будет все хорошо, будет развитие. Ну вот, это развитие сильно затянулось. Так вот, теперь я хотел бы рассмотреть несколько картинок с двумя целями. С одной стороны, вот пока что я показывал одну картинку, это все-таки малая информационная база для того, чтобы делать серьезные выводы. Одна из целей, почему я хочу показать картинки, ну чтобы те эффекты, которые были видны на динамике ВВП, чтобы показать, что они видны как бы и на других показателях. А с другой стороны, чтобы проиллюстрировать, что происходило у нас с теми диспропорциями, которые я обозначил, чтобы сказать, что у нас изменилось в структуре экономики. Итак, это динамика промышленного производства, по ней, на основе этой динамики делаются в точности те же самые выводы, которые делались на основе динамики ВВП. Единственное, что если уровень ВВП был скорее выше до реформенного, то уровень промышленности скорее ниже. Вот это уже разбивка промышленности, это более интересная картинка. Здесь в классификаторе АКУВЭТ-1 добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Вот обращаю ваше внимание на первые две ветви. Вот сплошная линия, это добыча полезных ископаемых, вот эта линия, которая внизу, это обрабатывающие производства. Масштаб логарифмический, так что тут все хорошо с сопоставлением. Мы видим, что спад по отношению к 1991 году, да не к 1989, а к 1991, в обрабатывающих производствах объем снизился в 2,5 раза. Если бы мы за базу взяли 1989 год, мы увидели бы, что спад еще более глубокий. А вот спад в добыча полезных ископаемых всего на 1 треть. Что это значит? Это значит, что сырьевая диспропорция не была устранена, не устранилась, а усилилась. Усилилась в результате трансформационного спада. Вот на этапе подъема, напротив, подъем протекал так, что обрабатывающие производства росли опережающими темпами. Но, тем не менее, они все еще не достигли того уровня, который не достигли уровня добывающих производств. То есть, за все время, за весь анализируемый период времени, наша экономика стала более ориентированной на сырье. В том смысле, что мы стали производить в относительном выражении больше сырья и меньше конечной продукции, чем мы это делали в советское время. Вот. Здесь есть подвох. Вот. Далее. Второе, что отсюда следует, это то, что за все время трансформационного кризиса динамика обрабатывающих производств более волатильна. Они сильнее падают на фазе спада и быстрее растут на фазе подъема. И это же наблюдается и на кризисах, на малых кризисах. Вот на тех, которые у нас иногда называют циклическими, хотя они ни в коем образом циклическими не являются, ибо они экзогенные для нашей экономики, а они не пророждаются нашей экономикой. Тогда они были бы циклические. Так вот, здесь мы видим, что в 98-м году явно просматривается влияние кризиса на обрабатывающих производств, но добывающих его почти нет. В 2008-м году явно просматривается влияние кризисов на обрабатывающих производств, на добывающих его почти нет. А в последнее время, в последний кризис вообще никакого влияния нет на добывающие производства, а на обрабатывающие оно есть и заметно. То есть на двух характерных временах один и тот же эффект просматривается, опять же, у специалистов по нелинейной динамике, это называется самоподобием, так это характерно для фрактальных структур, но это мы уже отвлекаемся. Это эти же эффекты в другом разрезе. Вот мы с Эдуардом Федоровичем Барановым на протяжении многих лет строим и анализируем некую систему индикаторов для промышленности. И там, в частности, есть такие индикаторы, как производство продукции высокой и низкой степени переработки. Так вот, это производство продукции высокой степени переработки, это низкой, а это динамика по промышленности в целом, это месячная динамика, но с удаленной сезонностью. Мы видим те же самые выводы. Вот из одной точки выходят индексы и высокая переработка проваливается гораздо сильнее, чем низкая степень переработки. Потом подъем идет опережающим и на малых кризисах очень четко заметно, что тоже и более глубокое падение высокой степени переработки и более быстрый последующий подъем. Вот эта фаза, когда конечная продукция падает сильнее, в какой-то мере затронута в известной статье Бланшара и Кремера про дезорганизацию. Но я умышленно не хотел бы впускаться в разговор про дезорганизацию и про обратный эффект, который я называю реорганизацией, но который пока еще, по-моему, не описан. Он очень четко прослеживается на самых разных данных, просто потому, что это всего лишь один элемент трансформационных эффектов. Это, грубо говоря, из чего состоит колбаса. Намного из чего состоит, в частности, из дезорганизации и реорганизации. Если уж мы беремся говорить про эффект дезорганизации, его можно изучать, но тогда надо смотреть и другие эффекты, которые повлияли на динамику. Вот. Далее, быстренько смотрим другие картинки. Вот производство продукции сельского хозяйства. Здесь уже мы видим отличия. Но одно из отличий – это волатильность. Понятно, у нас бывает погода разная, в частности, 2010 год – это была великая засуха. Все это понятно. На это обращать внимания не будем. Что заслуживает внимания? Это то, что сельское хозяйство пока не демонстрирует никаких признаков затухания. То есть, здесь переходный процесс еще не кончился, и, на мой взгляд, здесь есть глубокие причины. Подобно тому, как мы уже стали энергетической сверхдержавой, мы имеем все шансы стать сельскохозяйственной сверхдержавой. У нас в мировом масштабе есть колоссальный ресурс, именно в мировом, не только в страновом, а в мировом масштабе, у нас есть колоссальные возможности для наращивания производства и экспорта этой продукции. То есть, мы можем стать сельскохозяйственной сверхдержавой, каковой мы и были всегда до революции. Но не всегда, когда мы начали активно торговать. Мы были ей, мы ей перестали быть в советское время. И вот здесь это есть один из факторов поддержки долгосрочных тенденций. Ну, вот это динамика строительства, все стандартно. Нестандартно вот что. Здесь мы опять уже касаемся структурных двигателей. Обороты розничной торговли. Вот если мы посмотрим на обороты розничной торговли, с одной стороны бросается глаза действительно трансформационная динамика. Ну да, было что-то, что-то изменилось, что-то стабилизировалось темпом. Но мы видим, у нас есть кажущийся парадокс. У нас есть то, что кажется на первый взгляд парадоксом. Как так? Как так? Если масштаб нашей экономики, когда мы смотрели динамику ВВП, если он в первом приближении не изменился, почему оборот розничной торговли вырос в три раза? Что? Чем это можно объяснить? Ну, первое, что на ум приходит, зная нашу статистику, что это какой-то мисс-межмент. Что это какие-то смещения в оценках. Но на самом деле есть и другие. Мы можем посмотреть на динамику реальных располагаемых денежных доходов населения и увидим ту же самую картину. И здесь многократный рост. Как так? На самом деле есть и неэкономические факторы. Если взять колоссальный уровень поддержки президента Путина населения, то это не просто так и не за красивые глаза. Глаза красивые много у кого, в том числе и в правительстве, но поддерживают Путину. Его президентство пришлось вот на этот вот период. Вот на этот вот период. Люди, пережившие это, они будут поддерживать власть. Так вот, объяснение в парадигме. Я не зря заговорил про парадигму в самом начале. В парадигме трансформации экономической, в парадигме переходной экономики объяснение есть и оно тривиально. Оно состоит в следующем. Оно состоит в следующем. Как я уже сказал, в плановой экономике у нас была не только цены устанавливались централизованно. То есть, они не только цены были нерыночные, но еще и была государственная монополия на внешнюю торговлю. И объем внешней торговли был сравнительно невелик в сравнении с тем, что мы имеем сейчас. Так вот, когда мы вошли в структуру... И реформы начались с двух составляющих. С либерализации цен и с либерализации внешнеэкономической деятельности. Когда мы вошли в итоге в структуру мировых хозяйственных связей, когда мы нашли свое место в международном разделении труда, когда объемы нашей внешней торговли, нашего экспорта и нашего импорта кардинально усилились, то мы приобщились к тем благам, которые дает торговля. Которое дает внешняя торговля. Еще классики экономической теории писали, что торговля, вообще-то говоря, она полезна для обеих торгующих сторон. Вот мы это приобрели. Как проверить эту гипотезу? Очень просто. Давайте посмотрим на эту картинку. Здесь экспорт, импорт товаров и сальдо торгового баланса. Что мы видим? Здесь данные с 1994 года. И мы видим, да, масштаб здесь, единственный график с линейным масштабом. Тут около нуля. Мы видим, что был длительный период до начала 2000-х годов, до даже середины, чуть ли не до конца, когда был экспоненциальный рост экспорта, экспоненциальный рост импорта. И экспоненциальный рост импорта. Это период, когда мы входили в структуру мировых хозяйственных связей. Если сегодня мы проводим либерализацию внешнеэкономической деятельности, завтра у нас не произойдет кардинального увеличения объема внешней торговли. Все процессы инерционные. Это только на обложке учебника Грегори Мэнтью может быть нарисована какая-то вот такая, абсолютно безинерционный разворот какой-то кривой. В учебнике это может быть, но этого не бывает в реальной экономике. Реальная экономика инерционная. И здесь мы видим колоссальную инерцию. И этот процесс, ну вот если бы не кризис 2008 года, может быть он до конца нулевых годов продлился, но вот он закончился. Это процесс вхождения в структуру мировых хозяйственных связей. А вот мы вышли на какое-то плато. Здесь один кризис, здесь другой кризис, будет и третий кризис и так далее. Но наши показатели уже не демонстрируют такого роста ни в ценовом выражении, здесь в долларах США, ни в натуральном выражении. Данные все эти имеются, да? И они демонстрируют именно такую динамику, если мы на них посмотрим. То есть здесь есть большое количество временных рядов и в натуральном, и в денежном выражении по внешней торговле, да? И если мы опять же спустимся еще на один этаж в иерархии показателей и будем смотреть дезагридированные данные по динамике внешней торговли, мы увидим вот эту экспоненту, это вхождение, да? Опять же, те, кто знаком с процессами другой природы, не только экономической, вот такие картинки им что-то говорят. Вот так вот, если здесь у нас объем торговли был сравнительно невелик, то решительно не играет никакой роли, какие там условия внешней торговли, термзов трейд, что там с обменным курсом происходит и так далее. Это очень слабо влияет на наше благосостояние. Но когда мы уже вошли в структуру мировых хозяйственных связей, когда мы стали сильно торговать, то это уже влияет и на благосостояние, сам факт большой торговли. И то, что происходит на мировых рынках, начинает нас очень сильно волновать. Очень сильно волновать. Вот так вот, это вот такой вот эффект трансформационный, по-моему, совершенно недооцененный. По-моему, ему не уделяется достаточного внимания, да? Хотя он вот огромный, это вот, как говорится, слона я не приметил. Это вот, это не бабочки-букавки, козявки-мушки-таракашки. Это вот нечто такое большое и круглое. Вот. Так вот, этот эффект тут есть. Коли мы смотрим на динамику показателей внешней торговли, то здесь бросается в глаза вот еще что. Вот здесь сальдо. Сальдо всегда было положительное и значительное. То есть, Россия является неттоэкспортером на протяжении всего переходного процесса. Никогда у нас не было отрицательного сальдо торгового баланса. Мы всегда неттоэкспортер. Это, помимо прочего, означает, что мы систематически потребляем меньше, чем производим. Систематически потребляем меньше, чем... В отличие, к примеру, от американцев, которые систематически потребляют больше, чем производят. Вот. Значит, вернемся к тем картинкам. Итак, вот этот вот феномен. Ну, инвестиции примерно так же, как строительство. Индекс потребительских цен у нас вырос на 5 порядков, но он демонстрирует тоже совершенно стандартную трансформационную динамику. Есть... потихоньку затухает, да. Вот сейчас прилагаются большие усилия, чтобы он затухал этот рост посильнее, да. То есть, вот. Ну, если бы они не прилагались, то я думаю, что эта долгосрочная тенденция сохранилась бы. Мы вышли бы на те же темпы инфляции. Ну, может быть, несколькими годами позже и без тех издержек, которые мы несем сейчас, старательно сокращая... Ну, во всяком случае, Центробанк очень внимательно смотрит за тем, чтобы не рос спрос населения, да. Вот для них вот это все негативный фактор. Я отвлекаюсь. Уровень безработицы вышел на, как сейчас говорят, исторические минимумы. Здесь важно то, что он более-менее стабилизировался. То есть, и здесь признаки затухания, трансформации и так далее. Вот таких картинок можно смотреть много. И здесь пора подытожить, пора подытожить, все-таки, что мы можем из этих картинок вынести. Итак, в начале этого сюжета я говорил о тех перекосах, тех диспропорциях, которые соответствовали начальным условиям нашей задачки. Соответственно, имеет смысл посмотреть, что с ними случилось. Сырьевой характер усугубился. Определенно усугубился. Почему это произошло и плохо ли это или хорошо? Почему произошло? Опять же, в парадигме трансформационной динамики это очевидно абсолютно, это тривиально. Потому что, когда у нас была замкнутая экономика, когда наши производители не имели возможности торговать с внешним миром, то в то время сырье наше было конкурентоспособным. Сырье по определению является конкурентоспособным. Сырье это нечто, что не испорчено переработкой. Нефть, она всегда нефть, она везде нефть. Она конкурентоспособна. Но это сырье, его у нас было много, потому что мы Россия, потому что она у нас вообще есть. И оно у нас было дешево. Вопрос на засыпку. Что произойдет, если открыть границы, если разрешить торговать? Это означает, что нашим производителям будет доступен весь внешний рынок. Правильно? То есть, либерализация внешнеэкономической деятельности и либерализация цен означало для производителей сырья, что вырос спрос на их продукцию. Вырос спрос на их продукцию. Соответственно, понятно, там был тоже трансформационный спад по тем причинам, по которым мы обсуждали. Но в целом, если мы будем смотреть на динамику, что у нас происходит с нефтью, что у нас происходит с газом, что у нас происходит с металлами, с продукцией крупнотоннажной химии, мы видим бодрый рост. Бодрый рост. Мы видим. И повторяю, это потому, что весь мир открылся, грубо говоря, для наших производителей. Этому же соответствует изменение цен. То есть, цены при этом растут опережающими темпами, ибо спрос вырос. Что случилось с производством конечной продукции? Она у нас была неконкурентоспособной, она у нас производилась экономически неэффективными методами. На единицу конечной продукции мы в разы больше тратили материалов и энергии. И вдобавок мы на выходе получали тот магнитофон, который, может быть, кто-то помнит здесь присутствующий. И который добрых слов не вызывал, добрых чувств. Соответственно, когда рухнули границы, то наш рынок оказался доступен для зарубежных производителей конечной продукции. К нам хлынули магнитофоны, к нам хлынули телевизоры, к нам хлынули автомобили и так далее, и так далее. Сначала поддержанные, потому что именно поддержанные были очень даже конкурентоспособными по сравнению с новыми отечественными автомобилями. При этом они были дешевле. Таким образом, здесь мы видим, почему произошел спад в производстве конечной продукции более глубокий. И мы видим, почему относительные цены на конечную продукцию снизились. Они снизились у нас, а на сырье повысились. Но это имело и позитивные моменты. Какие? Производство неконкурентоспособной конечной продукции снизилось, и ресурсы высвободили. Вы освободились. То сырье, то большое количество сырья, которое портилось в процессе производства плохих магнитофонов, ну, в производстве магнитофонов не очень много сырья портилось, но в каких-то других видах продукции, его продали за границу. Вот это плохо или хорошо? С моей точки зрения, это хорошо. В этом плане я не склонен очень сетовать по поводу того усиления сырьевой ориентации нашей экономики, о котором свидетельствуют вот те картинки, которые я приводил. Та продукция, которая производится сейчас, это продукция конкурентоспособная, продукция имеющая спрос, продукция экономически эффективная в некотором смысле, да. А вот то, что производилось лишнего, производить перестали, и ресурсы были направлены на экспорт, это и послужило одной из причин роста благосостояния. Значит, с той диспропорцией, которая касалась гипертрофированного инвестиционного комплекса, она определенно ликвидирована. Гипертрофированный ВПК перестал быть таковым. Тут очень плохо со статистикой, да, в последнее время мы имеем рост достаточно интенсивный. Со статистикой очень плохо чем-то подкрепить сколько-нибудь надежными данными я это не могу, тут скорее по косвенным признакам. Но касательно современного роста, можно сказать, что, во-первых, он отчасти поддерживается значительным экспортом, да, а здесь уже нельзя ругать нашего ВПК за то, что он экспортирует. Это хорошо, это экономика. И, наконец, избыточные трудовые ресурсы из промышленности и сельского хозяйства аккумулировались в секторе услуг, это имело массу позитивных последствий. С одной стороны, как я говорил традиционно, сектор услуг у нас был недоразвит, да, он стал развиваться и он послужил своеобразным резервуаром, который аккумулировал в себя вот эту вот избыточную, избыточный труд во всяком случае. Это плохо с точки зрения динамики производительности, но это хорошо с точки зрения динамики благосостояния, с точки зрения социальных последствий и с точки зрения динамики ВВП, да, то есть вот тут надо разделять эффекты. Вот. И, как любит говорить Эдуард Филаретович Баранов, экономика избавлялась от шлаков. Вот это такой банный экономический термин, на мой взгляд, вполне адекватный, да. Она действительно избавлялась от шлаков. Мы производили гигантское количество зерноуборочных комбайнов, как говорили, одноразовых, да, вот, их просто не нужно столько. Мы производили гигантское количество тракторов гусеничных, их просто не нужно столько, да. Сейчас производится меньше по порядку величины, но это уже другая продукция. И пример вот этого вот такого избавления, который имеет последствия и для благосостояния, один из классических примеров, это зерно и мясо. Что было в советское время? В советское время мы мясо производили, для этого нужны корма, в частности, зерно, да, а зерна не хватало. Поэтому мы импортировали зерно. Мы импортировали много зерна, и тратя много зерна, получали относительно мало мяса. А мясо мы, ну, в первом приближении, не импортировали. Когда мы перешли на экономические методы ведения хозяйствования, импорт зерна сразу прекратился, потому что в такой системе, когда мясо производится экономически неэффективно, на килограмм мяса мы тратим в несколько раз больше кормов, да, выгоднее импортировать сразу мясо. Вот, стали импортировать мясо, но возник излишек зерна, потому что раньше зерно неэффективно расходовалось в животноводстве, а сейчас его надо куда-то девать. И мы вышли на внешний рынок. В результате мы стали больше, мы стали вновь экспортерами зерна, кем мы и были до революции 17-го года, да, а стали много импортировать мясо. Но постепенно развелось у нас и мясное производство, теперь у нас уже и сокращается импорт мяса. То есть, вот это вот пример избавления вот такого от шлаков, от неэффективных методов хозяйствования. И это, несомненно, имеет позитивное влияние на благосостояние, да, но это надо считать, смотреть и так далее. Ну и просто упомяну, у нас еще имело место скрытое субсидирование стран СЭФ и союзных республик, от которого мы отошли в значительной мере. Это тоже, как бы, эффект, который не сильно изучается, мне кажется, но который имеет влияние. И вот последнее, совсем в нескольких словах, я хотел сказать несколько слов про особенности переходной экономики в связи с теми задачами, в связи с теми исследованиями, которыми мы и другие коллеги занимаемся. Вот я остановлюсь на трех совсем маленьких эффектниках. Первый эффект – это то, что переходная экономика обладает собственной спецификой. То есть, она, с одной стороны, наследует какие-то черты плановой экономики, с другой стороны, она приобретает какие-то черты рыночной экономики, но она может иметь еще и какие-то собственные черты, которые не свойственны ни плановой, ни рыночной. Примером таких собственных черт являются, например, институциональные ловушки, о которых писал Полкирович Виктор Амелькович. Но это я отвлекаюсь. Так вот, простейший момент состоит в том, что на этапе трансформации динамика выпуска, даже в первом приближении, не определяется динамикой факторов производства. То есть, мы привыкли писать производственную функцию, Y есть F от KL, да, то есть, как-то там меняются факторы производства, это приводит к изменению результата, да, и все такое. Но мы понимаем, что, да, может быть, не полностью они описывают, мы добавляем еще и A от T, которые мы называем совокупной факторной производительностью, TFP, MFP и так далее, и связываем технологическим прогрессом. Вот эта схема абсолютно не работает в переходной экономике, как на этапе спада, так и на этапе роста. Ну вот, интерпретация этого остатка, как склада технологического процесса, это одна из интерпретаций, другая трактовка, это мера нашего незнания и измерительные проблемы. Так вот, если мы посмотрим на динамику выпуска и факторов производства, вот динамика выпуска, это тот самый ВВП, который я рисовал. Вот это капитал, это труд, это официальные данные. Тут можно брать, можно играться, можно брать другие данные, картина будет примерно одна и та же. Так вот, мы видим, что вот меняется капитал, вот меняется труд, а вот меняется выпуск. Производственная функция, это функция осреднения. Скажем, функция Куба Дугласа, это среднее геометрическое взвешенное. Функция ЦЭС, это функция среднестепенное взвешенное. Взвешенное и так далее. Если это функция взвешивания, то результат должен быть между, динамикой результата должна лежать между динамикой факторов. То есть, вот трубка, определяемая факторами производства, и где-то в этой трубке должен лежать выпуск. Выше или ниже, и мы уже эти нюансы потом анализируем. А это не лежит в этой трубке, как на этапе спада, так и на этапе подъема. Для того, чтобы было видно лучший этап подъема, вот этот этап спада я отдельно здесь увеличил, а этап подъема перенормировался, стоит 1998 год. Вот эта трубка, вот капитал, вот труд, а вот выпуск. Получается, здесь выпуск должен быть где-то в этом интервале, а его там нет. Здесь выпуск должен быть где-то в этом интервале, а его там нет. Вот, и все оценки, их множество сделанное TFP, они показывают, что вот очень велик этот остаток, да, вот не знаю, можно его называть TFP или нельзя, но в общем остаток, да, очень-очень велик, мера незнания, вот более такой нейтральный термин, мера незнания. И в этом есть проблема, это отсюда следует, между прочим, что когда мы строим какие-то модели, мы любим модели строить, да, обязательно в модели присутствуют, если она макроэкономическая, обязательно присутствуют производственные функции. Не будет это работать для переходной экономики. Не будет и все. Это один момент. Значит, момент второй. Какие тенденции в переходной экономике следует считать долгосрочными, да, вот мы обсуждаем сейчас долгосрочные тенденции, какие? Значит, ну, пойдем от более простого случая, а в стабильной экономике, а в непереходной экономике, в развитой рыночной экономике, какие тенденции считаются долгосрочными? В рыночной экономике никто не будет оценивать тенденции долгосрочные, скажем, по трех- или пятилетнему интервалу, потому что этот интервал может попасть на фазу подъема экономического цикла, это может попасть на фазу спада экономического цикла и так далее. И тогда получается, что эта оценка будет существенно искажена текущими среднесрочными тенденциями, И их мы будем рассматривать как долгосрочные. На Западе это знают. И там делают осреднение по циклу деловой активности. То есть там берут интервал достаточно длинный, лет 20. То есть туда заведомо больше одного цикла попадает. И берут какое-то сглаживание достаточно жесткое. По квартальным данным все и всегда берут фильтр Ходрика-Фрескот с коэффициентом 1600. И вот этот подход оправдан там. Что делать в переходной экономике? В переходной экономике у нас, если мы вернемся к той картинке, которая была в самом начале. Если мы возьмем какой-то интервал сколько-то лет, как-то он ляжет на фазы спада и фазы подъема. То есть если мы возьмем, как любят делать с 95 года до 2008 или 2010 или еще какого-то. То здесь мы захватываем часть фазы спада, захватываем основную часть подъема и что-то еще либо захватываем, либо не захватываем из того кризиса. Вопрос, что это за тенденции? Я приведу такую аналогию. Предположим, мы хотим проанализировать долгосрочные тенденции в середине прошлого века. И я начну брать осреднение по нашей стране с 1943 года по 1947. Если я начну это делать, любой скажет, что я не прав. Правильно? Потому что 1943 год это была война, это еще середина войны, это не было никакого восстановления. А потом было восстановление, а потом была конверсия до какой-то мере. Что это? Это разве долгосрочная тенденция? Никто никогда так поступать не будет. Но все и всегда здесь поступают именно так. То есть, как надо делать? Вот с моей точки зрения это нельзя, это некорректно. Это зашумление долгосрочных тенденций вот теми фазами трансформационной динамики. Как надо делать? Ну, я вижу два подхода. Первый подход от максимума к затуханию. Вот как здесь примерно нарисовано. Именно так мы поступили бы, если бы анализировали тенденции вблизи войны. Именно так мы поступили бы, если бы мы анализировали тенденции вблизи кризиса. Вроде бы это логично. Но это, легко сказать, трудно сделать. Потому что у нас страна с непредсказуемым прошлым, у нас нет данных за первую половину 90-х годов. Они очень куцые, очень неточные, очень несопоставимые и так далее. Но, во всяком случае, это подход. Второе, что можно делать, это не ограничиваться анализом, построением табличек каких-то оценок коэффициентов за интервал. Анализировать всю динамику. Никто нам не мешает от года к году получать оценки той же самой TFP и так далее. Все это технически делается достаточно тривиально, достаточно элементарно. И тогда мы получим не просто оценку столько-то процентов изменений TFP и так-то мы его разлагаем на факторы. А эти факторы потом внутри частично компенсируются за счет наложения разных тенденций. Потому что здесь ведь у нас нет поступательности. То есть можно отойти от оценок за интервал к оценкам за год и, соответственно, мы можем строить всю динамику. Да, у нас не получится построить для первой половины 90-х годов, но всю остальную динамику зато мы построить можем. А потом мы будем уже смотреть. И мы здесь увидим не только среднее за интервал, но и динамика того показателя, который дает в итоге это среднее. Это мы получаем на порядок больший объем информации. И вот в этой технике я в свое время делал статью по TFP в 2004 году опубликованную. Во всяком случае, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. И от него нельзя отмахнуться. От него нельзя отмахнуться. Я приведу вот такой простой примерчик. Вот я вот эту картинку показывал, когда я иллюстрировал, что не работает производственная функция. Я показывал, что вот капитал, вот труд, а вот выпуск, он не там. И вот капитал, вот труд, а вот выпуск, он не туда. Но если мы посмотрим за весь переходный период, то выпуск возвращается в трубку между трудом и капиталом. То есть на всем переходном периоде есть основания полагать, что производственная функция таки работает. Она не работает на фазах, на отдельном, но работает на периоде в целиком. При этом, даже если мы учтем крайне низкую точность этих показателей, то есть капитал, скорее всего, сильно занижен, вот эта оценка, у нас с Ильей Борисовичем была статья на эту тему, труд может быть и не сильно смещен, а выпуск заметно занижен, скорее всего, по разным причинам, но даже если мы внесем эти поправки, все равно это в трубке останется. Вот это технический сюжет, но надо подумать, просто нельзя сводить все к проведению каких-то расчетов. Я разделяю, есть расчеты, а есть исследования. Исследования подразумевают расчеты, но не сводятся к ним. Нужна какая-то история, нужна какая-то задача, нужен какой-то набор содержательных вопросов. И мне кажется, что в связи с вот этим вот изменением на всей этой динамике, набор таких вопросов может быть. И последнее совсем, о чем нельзя сказать, это новая нормальность. В последнее время много происходит разговоров про новую нормальность, вот про затухание, то есть вот раньше у нас было хорошо, мы росли 7% темпами и почему-то мы перестали расти 7% темпами, да, вот надо назвать новой нормальностью. Мне кажется, этот термин плохой, он ничего не объясняет. И когда мы рассматриваем происходящее в парадигме трансформации экономической, то проблемы здесь нет абсолютно никакой. Проблемы здесь нет абсолютно никакой. Я опять вернусь к той картинке ВВП и любого иного показателя. Вот он имеет сначала какую-то динамику дотрансформационную, потом фазу ухудшения, улучшения и затухания. Мы просто перешли к фазе затухания. Все. Все. То есть если бы опять же читать книжку Арнольда, да, накануне того, который описал, как это все происходит, это абсолютно никаких парадоксов не вызывает и вопроса здесь нет решительно никакого. Единственный момент, который здесь есть, это идентифицировать, когда у нас фаза затухания. С этим действительно сложно, да, вот ее в процессе, в реальном времени ее сложно идентифицировать, эту фазу затухания. Но сейчас мы определенно в ней, мы уже затухаем, 10 лет затухаем, ну, этого времени достаточно, чтобы понять, что у нас происходит в затухании. Так вот, в парадигме трансформационной здесь нет абсолютно никакого вопроса. Проблема бывает тогда, когда мы используем не вполне адекватную парадигму, да, когда мы рассматриваем вот эту вот фазу, как какую-то долгосрочную тенденцию, и вот почему-то долгосрочная тенденция меняется и так далее. Ну, вот это. Далее, часто гуляет по экономическим изданиям вопрос о том, что вот раньше у нас, пока еще у нас не случился кризис 2010 года, для поддержания постоянных темпов экономического роста требовался рост цен на нефть. Получалось, что если бы роста цен, роста мировых цен на нефть не было, то темпы бы затухали. Опять же, когда мы понимаем, что у нас переходный процесс, тут ответ на этот вопрос абсолютно тривиален, тут вопроса нет. Они и должны затухать, они не могут быть постоянными. Вот здесь график приведен в логарифмическом масштабе по вертикальной оси, и мы видим, что здесь прямая, здесь примерно прямая. То есть темпы примерно постоянные, да. Если бы не было эффекта роста цен мировых, то загибание началось, наверное, где-то бы здесь, да. То есть, наверное, в принципе, технически возможно провести декомпозицию этой динамики, оценить и элиминировать эффект растущих, не высоких, а растущих цен на нефть, да. Тогда мы получим, что да, вот та базовая тенденция, которая определяется трансформационным характером в нашей экономике, она немножко затухает, как ей и положено затухать. А на эту затухающую тенденцию наложилось событие рост мировых цен, пофартило нам, да. Поэтому она не демонстрирует затухание какое-то время, а, значит, демонстрирует почему-то постоянные темпы. То есть это вроде бы все достаточно тривиально. И вообще вот новая нормальность, это возврат к норме, отклонениям от которой была трансформационная динамика. Новая нормальность, она же старая нормальность, да, и ее количественные характеристики вполне соответствуют той старой нормальности, которая у нас была до начала нашей экономической трансформации, да. То есть, в общем, все в эту схему вроде бы укладывается, все достаточно элементарно, и вопросов таких вот принципиальных тут нет. Вот, спасибо большое, на этом я хотел бы закончить разбор вот таких, совсем верхнего слоя каких-то очевидных проблем. Спасибо. Уважаемые коллеги, Владимир Иванович, спасибо большое за доклад, за презентацию, все было интересно. Я предлагаю коллегам задавать вопросы. Большое спасибо, это было безумно интересно, но когда получается, если вот у нас дежавю, мы возвращаемся в то же самое с дискуссией, о чем же тогда все-таки определяется вот эта долгосрочная тенденция, на которую мы сейчас вернулись после завершения всего этого процесса. Что-то у нас изменилось, нефть, которую мы раньше бездарно перерабатывали сами, мы теперь продаем. В средском хозяйстве, наверное, 20 шлаков, то, что мы делаем руками, мы теперь руками не делаем, мы покупаем. А получается, что вернулись опять к проблемам экономического роста, если можно эту цифру вспоминать 0,7%. Понятно, ну я бы сказал так, ну во-первых, я сказал, что возврат к тем темпам можно воспринимать по-разному, кто-то воспринимает как диалектическую спираль, а кто-то как призовую игру, вот я скорее как диалектическую спираль. То есть мы, это не потерянная четверть века, за эту четверть века сделано колоссально много. Мы изменили тип нашей экономики. Наша экономика была плановой, она стала рыночной. Наша экономика производила неконкурентоспособную продукцию, сейчас она производит конкурентоспособную продукцию. У нас был тотальный дефицит, у нас сейчас нет ничего похожего на дефицит, даже в условиях, кто-то говорит про санкции, можно зайти в любой гипермаркет и посмотреть, что там происходит. Если бы на машине времени перевести в эпоху наших санкций человека из плановой экономики, я думаю, он просто шел с ума, если бы увидел то, что сейчас в гипермаркете. То есть у нас изменилось многое колоссальное. Другое дело, что показатели типа ВВП не являются адекватными для того, чтобы отражать характер этих изменений. Дело не в том, что ВВП изменился слабо. Надо идти, изменилось другое, изменилось качество, изменились пропорции и так далее. Вот я бы так сказал. А я тут злоплеплю своими правами и тоже задам вопрос, потому что он очень хорошо смыкается с тем, что говорил Игорь. Значит, у меня на самом деле вопрос не один, у меня их три, но они, знаю, как говорится, связаны. Ну и первый вопрос, собственно, продолжение того, о чем говорил Игорь. А, собственно, был ли спад? Если говорить о том, что... То есть есть такое направление в литературе, которое говорит о том, что Советский Союз производил очень много продуктов с отрицательной добавленностью. И потому то, что мы сейчас называем трансформационным спадом, может оказываться совсем даже не таким большим спадом, а может даже и ростом, если мы учтем все те продукты, которые Советский Союз производил, но которые невозможно было бы продать в рыночной экономике. Я тут вспоминаю, ну, во-первых, то, о чем вы говорили, что связано с избавлением от шлаков. Я вспоминаю то, о чем говорил Игорь Фалалетович, рассказывая о производстве обуви в СССР, которая превышала американское производство обуви в пять раз, а потом закрытое постановление ЦК о сжигании той же самой обуви. То есть может оказаться, что спада либо не было, либо он был не таким большим. Значит, это напрямую относится к тому, о чем вы сейчас же говорили, говоря о том, что показатель ВВП неадекватно отражает, так сказать, некоторый рост нашего благосостояния, который произошел за эти 25 лет, но я могу привести это в другое русло. Это не проблема показателя ВВП, хотя у него есть множество недостатков, а проблема того, что мы не знаем наш ВВП 1990 года. Значит, вот здесь я бы хотел понять ваше отношение к общей идее, которая характеризуется вопросом, а был ли спад. Второе. Если спад все-таки был, причем я говорю сейчас о спаде в терминах, ну скажем, ВВП, если бы мы умели его хорошо измерять. Каковы же его причины? Вот есть литература, которая подсказывает нам несколько объяснений, одно из которых вы упоминали, это работа бланшара и феймера и проблемы дезорганизации. И вы также говорили о том, что есть и другие измерения. Если они есть, и вы их видите, расскажите, какие они. Итак, в чем причины спада, если он все-таки был? И третье. Можно ли говорить о некоторых причинах этого спада в каком смысле? Можно ли говорить о связи размеров этого спада, например, со структурой экономик до перехода к рынку? Если мы посмотрим на картину шире, видите ли вы способ объяснить размеры трансформационного спада, например, структурой плановых экономик до перехода к рынку и какими-то решениями предыдущей историей, количеством лет, которые эти экономики находились в состоянии плана? Вот, собственно, вот такие вопросы. Спасибо. Спасибо. Был ли спад, либо был на нивеле? Значит, тут блок вопросов, но в целом я считаю, что он несомненно был, и я бы объяснил это так. Вот, подобно тому, как, когда мы говорим о циклах деловой активности в рыночной экономике, одно из свойств цикла – это его всеобщая, всеобщность. То есть он проявляется не просто в динамике какого-то одного показателя, он в той или иной мере, в той или иной форме проявляется в динамике очень многих показателей, да, и поэтому мы можем его увидеть везде. Ну, где-то какие-то показатели меньше затронуты или почти не затронуты, но очень многие затронуты. Здесь, если мы ограничиваем свою информационную базу только показателем ВВП, то мы на этот вопрос не ответим, да, надо расширять информационную базу. Но если мы посмотрим много других показателей, в частности показатели благосостояния, да, показатели, то они определенно указывают нам на то, что спад был, и спад был достаточно глубоким, да, потому что никто не станет спорить с тем, что основная масса населения очень сильно пострадала на фазе спада в плане благосостояния. И наоборот, она очень много приобрела на этапе, в частности, межкризисного десятилетия, когда наш ВВП удвоился, когда наши показатели благосостояния продемонстрировали гораздо более высокий рост. Поэтому вот тут можно перебрать много всего, причем не только экономически, можно к социологам, можно к демографам, у демографов посмотреть и так далее. То есть много где это проявляется. Значит, это один сюжет. Второе, да, действительно было много производства продуктов с отрицательной добавленной стоимостью. То есть, если бы у нас были цены такие же, какие в какой-то стране с рыночной экономикой, то в тех ценах добавленная стоимость была бы отрицательной. То есть, это некоторая условность очень серьезная. Понятно, что если бы у нас были эти цены, то у нас эти продукты не производились бы, да, поэтому у нас не было бы отрицательной добавленной стоимости. Это большой блок вопросов по поводу того, как измерять ВВП и вообще выпуск в плановой экономике. Добавлю, да, я тут старался не касаться особенно измерительных проблем. Это гигантская, совершенно гигантская тема, да. То есть, если затронуть, я, например, наверное, про каждый из этих показателей могу сказать, куда он искажен, в какой мере и по каким причинам, да, и что, ну и так далее. То есть, это вообще гигантская проблема. Единственное, что я хочу сказать, что, например, если мы посмотрим на совсем уж примитивные попытки, вроде того, что делал Осланд лет 15 назад, когда он брал динамику производства электроэнергии и не видя в ней большого спада, делал вывод о том, что трансформационного спада нет. Нет, но это ошибка школьного уровня. То есть, на макропоказателях так не делают. То есть, динамика энергопотребления на уровне конкретного вида оборудования, на уровне конкретного станка может служить в качестве прокси для выпуска. Но никак не на уровне экономики, где есть не только производство, но еще и сектор домашних хозяйств, и там есть производство цветных металлов с гигантским энергопотреблением, есть еще что-то. То есть, вот такие попытки сказать, что этого не было, или объяснить вот каким-то таким вот банальным способом, мне кажутся абсолютно неадекватными. Спад, несомненно, был, и он был глубоким и длительным, а все остальное надо обсуждать. Вот, далее, каковы причины спада? Каковы причины спада, помимо дезорганизации и так далее? Много причин спада. Много причин спада. Вот, предположим, опять же, я приводил пример с переездом из одной квартиры в другую, да, никто из нас не будет сомневаться в том, что он сопряжен с неудобствами. Да, предположим, мы построили какой-то показатель наших неудобств и пытаемся анализировать его динамику, почему, чем это было вызвано. Плохие коробки, там, много пыли мы чихаем, надорвались, когда таскали эти коробки к автомобилю, там, или еще чего-то. Это вопрос о том, из чего состоит колбаса, да. То есть, вот, есть факт, который не подлежит сомнению, что переезд сопряжен с издержками, да. Точно так же можно на массе экономических, не только экономических индикаторов, показать, что у нас трансформационный спад в широком понимании, в смысле каких-то больших неудобств, он был, он был глубоким и долгим. Это уровень измерения, да, то есть, вот, если мы не можем объяснить, почему это произошло, это не означает, что этого феномена не было, да, вот так вот. А объяснять, действительно, помимо дезорганизации, есть еще масса других, но если мы российскую возьмем, возьмем российские реалии, ну, давайте вспомним, что, во-первых, у нас случился распад государства, да, это то, о чем я сегодня не говорил. Когда государство распадается, государству плохо, да, вот, если мы забыли опыт Советского Союза, то, если у нас память не больше, там, одного года, то давайте к опыту Украины обратимся, и мы, это, что такое распад государства, и как это влияет на экономику, мы видим сейчас на примере Украины, да, это, если у нас собственной памяти нет. Вот, это не экономическая причина. Второе, значит, распад сопровождался разрывом хозяйственных связей, да, это можно говорить про эффект дезорганизации, но это не то, о чем писали Бланшар и Кремер, да, Бланшар и Кремер имели в виду не то, что у нас разрываются связи между, положим, Россией и, там, Украиной, да, они имели в виду, что разрываются связи в, ну, в рамках стабильного политического организма. Вот так вот, они этот эффект не брали. Были еще эффекты такие, как военные конфликты и так далее, как вывод войск, как аварии, которые случаются тогда, когда ослабевает государство, да, тогда много было разных и террористических актов и так далее, и они в какой-то мере эндогенные. Потом, значит, проблема, вот мы не говорили ничего про пространственные эффекты, да, ведь Россия гигантская страна и у нас очень много моногородов, городов, где сосредоточены те или иные производства. Там, строили БАМ, построили какие-то города, собирались разрабатывать полезные ископаемые в Сибири, а разрабатывать их не стали. Или, там, строили какой-то завод, при нем построили город, а потом выяснилось, что завод не нужен, что делать с городом, да. Вот, то есть, вот эта вот проблема необходимости, об этом говорил Эдуард Филарьевич Баранов, это определенные социальные обязательства, да, то есть, экономика диктует нам одно решение, но оно неприемлемо в силу того, что есть масса социальных последствий. Ну, вот, можно фантазировать на эту тему очень много, тут масса всевозможных, да, но это, опять же, это вопрос о том, из чего состоит колбаса, она много из чего состоит, да, и не очевидно, что мы сможем учесть все эффекты, совершенно не очевидно, то есть, вполне вероятно, какие-то остатки всегда останутся. Это общее свойство переходных процессов в больших нелинейных системах. Почему там происходит сначала ухудшение, потом улучшение? Много причин. Вот, и можно ли говорить о связи размеров спада со структурой экономики до перехода? Думаю, можно. Вот, и вот те картинки, которые я вначале показывал, да, по разным странам, они, собственно, к этой мысли-то и подводят. Они к этой мысли и подводят, да, никто не будет спорить с тем, что в Китае реформы глубоки, что нынешний Китай в экономическом плане очень сильно отличается от того Китая, который был в конце 70-х годов, то есть, там много они чего сделали, да, но у них один характер этой динамики. А у нас другой характер, вот, например, проблема низкого старта. Вот один из эффектов. Вот, опять же, наверное, размер страны, вот, опять же, я возвращаюсь к этим пространственным эффектам, да, вот, которые у нас в России. Вот это играет роль, наверное, тоже. Наверное, если страна маленькая, компактная, то там может быть, наверное, вот опыт Белоруссии. Ну, правда, там, ладно, это особый опыт ему. Вот, то есть, тут есть зависимость от траектории, тут есть пасс-депендент, на мой взгляд. Спасибо. Еще вопрос. Можно будет открыть, как бы, слайд, где у вас был изображен капитал, труд и, по-моему, выпуск? Вот это. Да, да, вот это. Это вот до наших дней написано, да, получается? Ну, почти, да. То есть, тут последний год 16-й, по капиталу и труду я не обновлял данные, тут нет 16-го года, но... Скажите, вот, пожалуйста, по вашему мнению, вот, продолжение, оно будет таких же ритмичных, под подъем и постоянство, или же оно должно будет держаться на постоянном уровне? Значит так, по капиталу, капитал, конечно, будет расти. А капитал, да, а выпуск? Вот, выпуск, я надеюсь, будет расти. Будет расти труд, труд это демография, труд, определю, идет от демографии. Опять же, тут вопрос вот какой, что мы считаем? Я ушел, когда я показывал эту картинку, я ушел от обсуждения вопроса о том, как надо измерять услуги труда, как надо измерять услуги капитала и как надо измерять выпуск, да? Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо уже в эти детали вдаваться. Потому что, например, если услуги труда мы будем, там, учитывать, там, квалификацию и так далее, то там возможен, наверное, какой-то рост, несмотря на неблагоприятную демографию. Капитал расти должен, да? Выпуск, я надеюсь, тоже будет расти, но опять же, здесь у нас два слова про выпуск. Мало того, что показатель ВВП плохо подходит для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы по поводу того, что у нас случилось за последние четверть века, данный конкретный показатель ВВП, он вообще мало для чего подходит. Фактически, это валовый, так вот, с определенными оговорками, это валовый выпуск, то есть прорежуточное потребление здесь не учтено, да? Это валовый выпуск, фактически, да? Причем не просто валовый выпуск, а валовый выпуск в значительной мере на основе показателей в натуральном выражении. Что это означает? Это означает, что вот момент, которого я не затрагивал, потому что мне нечем подкрепить это, вот если бы мы умели строить ВВП, показатель ВВП методом двойного дефлетирования, да? То есть мы из валового выпуска в постоянных ценах вычитали бы промежуточное потребление в постоянных ценах, то вполне вероятно, динамика этого показателя очень существенно отличалась бы от динамики того показателя, который я здесь нарисовал на графике. И я допускаю, что она была бы существенно выше. Почему? Потому что если у нас появляется мотивация на микроуровне к экономии ресурсов, если вот экономика избавляется от шлаков, то это должно отразиться в первую очередь на динамике промежуточного потребления, правильно, да? Вот, она должна, наверное, сокращаться. То есть валовый выпуск может сильно не меняться, а промежуточное потребление может сокращаться. И тогда мы можем иметь действительно заметный значимый рост ВВП в постоянных ценах, да? То есть он может быть и есть, он может быть не 0,7%, а может быть 1,7%. Запросто такое может быть. И еще следующий момент. Те все показатели, которые мы сейчас имеем, показатели объемов, показатели количеств, да? Как я сказал, в значительной мере они строятся на данных в натуральном выражении. Это означает, что наша выборка, мы имеем смещение выборки, наша выборка смещена в сторону товаров индустриальной фазы. То есть, проще говоря, это показатели адекватные периоду индустриализации, о котором рассказывал Андрей Михайлович Маркевич, но не периоду нынешнему и тем более не будущим периодом. Потому что мы свое развитие связываем, ну вот сейчас Петербургский экономический форум, там произносят слова, какие слова там произносят, ну вот про информатизацию, нано, ну вот эти все, все эти слова, да? Но это абсолютно никак не отражается на наших показателях. Они не видят новой экономики, они не видят, они плохо видят плоды высокотехнологической деятельности. Они хорошо видят нефть, хорошо видят газ, сталь, автомобили в штуках они видят, самолеты в штуках они видят. А микросхемы в штуках, микросхемы они тоже видят, но это неадекватный способ измерения. Так что здесь есть гигантское количество измерительных проблем, но если отвечать на вопрос, будет ли расти у нас наш ВВП в некотором правильном измерении, то я уверен, что он и сейчас растет и продолжит это делать. Спасибо большое за доклад. Вот я думаю, какие выводы можно было бы сделать для экономической политики, то есть с точки зрения, какая экономическая политика привела к более быстрому преодолению спада, и на нынешнем этапе, какая экономическая политика может способствовать ускорению темпов роста. То есть если мы сопоставим, например, Китай, который применял другую политику, то мы видим, что у него, ну вы объясняете это эффектом низкой базы, как бы некуда было падать, но мы видим, что у него трансформационного спада не было, но и нету, как сейчас, в нашей экономике нету затухания роста. То есть вот они растут. Если мы возьмем опыт Беларуси тоже, они применяли не шоковую терапию, а гораздо менее либеральный подход. Там Казахстан, например, тоже гораздо менее либеральный подход во время трансформационного спада, там Узбекистан, например. Вот с вашей точки зрения, как говорим, можем ли мы сделать какой-то вывод, какая политика приводит к меньшему спаду, с одной стороны, и второе, какая политика более эффективна для ускорения роста уже после преодоления этого трансформационного спада, чтобы предотвратить это затухание динамики. Спасибо. Спасибо, Арнольд, что-то про экономическую политику. Нет, это достойный вопрос. Это достойный вопрос. Значит, ну, я вижу здесь ситуацию так, что в общих чертах динамика определяется трансформацией. То есть при любой экономической политике, на мой взгляд, был бы у нас трансформационный спад, он был бы достаточно длительным, достаточно глубоким и так далее. Но, естественно, политика способна влиять, на мой взгляд. То есть, да, при какой-то другой политике, возможно, в деталях у нас динамика отличалась. Может быть, был бы менее глубоким спад, может быть, более быстрым был бы подъем. Я думаю, вот, мне кажется, вот эти вещи очевидными достаточно. Но вот, во всяком случае, тезис о том, что спад у нас был бы в любом случае, мне кажется очевидным, исходя из набора тех диспропорций, тех экономических проблем, которые мы унаследовали от времен плановой экономики. А влияние, ну, наверное, может, если бы влияния не было, меры экономической политики не обсуждались бы и сейчас на экономическом форуме в Петербурге и так далее. То есть, раз люди это обсуждают, значит, чтобы люди не говорили относительно каких-то объективных причин, они убеждены в том, что это влияет. Какая это политика? Ну, это серьезный очень вопрос. Ну, тут надо, во-первых, сделать тогда обзор экономической политики на протяжении последней четверти века. Это, в общем, требует другого доклада. Я ведь тут не касался абсолютных сюжетов, связанных с... Ну, и эта проблема обсуждается. Вы наверняка читали массу литературы на эту... То есть, следовало ли там отпускать сразу все цены или там какой-то последовательности и так далее. Вот все это много обсуждалось. И вроде бы это все должно влиять. Вот так. Какой рецепт сделать, чтобы сейчас у нас было хорошо в экономике? Ну, вот это достойный вопрос. Ну, не знаю, я, наверное, мне скромность не позволит в одной фразе давать подобные рекомендации. Тут надо всерьез это обсуждать. Это требует другой дискуссии, другого доклада. Сначала надо разложить как-то все по полочкам, а потом, отталкиваясь от этих полочек, должны быть другие полочки. Ну, как-то так, я думаю. Спасибо. А вот можно вернуться к 23-му с вами? Да, если мы... Ну, я насколько понимаю, это не в постоянных ценах, а... Это в долларах. Это в текущие долларовые цены. Да, вот если на этот график наложить график цены на метр, то будет очень похожая динамика. Вот, и с этим вопрос... Ну, и если еще добавить динамику, скажем, там, нефтегазового экспорта, то мы увидим, что вот с 2004 года бурный рост, а потом идет слабое затухание, нефтегазового экспорта. Вот, и в связи с этим вопрос, вот, вот, это вхождение в, как бы, в мирохозяйственные связи, вот, оно за счет... Какая доля, вот, в этом вхождении именно несырьевого экспорта, и не происходило ли это все за счет роста импорта, и, вот, соответственно, хотелось бы узнать ваше мнение... Ну, вот, сектор услуг, торговый сектор, вот он... Вот, если бы мы убрали вот эту составляющую роста импорта, вот, вот, не сидел ли весь этот сектор услуг и торговый сектор на росте импорта, и вот, если бы мы это все убрали, был бы вот этот восходящий тренд, ну, в смысле, восходящая динамика, которую вы называете трансформационным подъемом, да, то есть, вот, насколько вот она бы, скажем, была бы позже или раньше? Понятно. Ну, начнем с цен на нефть. Да, действительно, если посмотреть на динамику этих показателей, посмотреть на динамику цен на нефть, то мы увидим здесь, что это все похожее, да, но... Существуют данные в... не только в текущем долларовом выражении, но и, например, в натуральном выражении. И имеются данные по экспорту нефти, по экспорту газа, по экспорту металлов и так далее, и так далее, в натуральном выражении. И они показывают, что этот экспорт когда-то рос, где-то он и сейчас растет, да, то есть, то есть, рост имеется и по этим показателям. То есть да, улучшение условий внешней торговли сыграло свою роль, да, здесь влияние динамики цен на нефть безусловно есть, но здесь есть и в натуральном выражении, и собственно показатели в натуральном выражении, они в первую очередь и являются более адекватными индикаторами нашего вхождения в структуру мировых хозяйственных связей. Так ведь, да? Значит, это первое. И как раз рост, скажем, того же экспорта нефти, да, вот где-то до 2004 года, вот он в натуральном выражении происходил, сейчас небольшое есть, но это так, шевеление, а тогда он происходил заметно, потом это было более-менее постоянно, и потом это уже эффекты ценовые, ну вот они, вот тут вот эффекты в основном ценовые, а вот тут вот росла натура. То есть мы таки входили. Вот. Доля несырьевого экспорта во вхождении, значит, здесь у меня этих картинок нет, в принципе существуют данные о стоимостных объемах несырьевого экспорта, с индексами физобъема здесь сложнее, потому что легко измерять динамику там с нефтью и газом, а здесь уже сложно, отчасти я про вот это уже про измерительные моменты говорил. Значит, про долю я здесь сказать не могу, вот, но честно говоря, меня не смущает то обстоятельство, что у нас доля сырьевого экспорта велика. Вот я совсем не готов переживать по поводу того, что у нас велика доля сырьевого экспорта, она велика, и она всегда будет велика, потому что сырье у нас есть. Мы торгуем сырьем, потому что оно у нас есть. Все. Это не сырьевое проклятие, это за это проклятие люди воюют с другими странами, и примерно, но мы видим. Вот так что это нормально. И, наконец, что касается сектора услуг, ну, сектора услуг здесь вовсе нет, здесь вовсе нет. Это экспорт товаров и импорт товаров, да, то есть, что касается услуг, с этим сложнее. Тут сальдо по услугам скорее отрицательное, ну, по понятным причинам, потому что рекреационные услуги, люди ездят там на море и так далее. Что хотелось сказать, вот еще упустил сказать, что вот вы сказали, и я сказал потом вслед за вами, что у нас где-то с середины нулевых годов сильно не меняются физические объемы в натуральном выражении экспорта нефти и так далее. Вот, но если мы посмотрим на физические объемы импорта, они менялись очень сильно. Вот импорт у нас вырос в разы, в хорошие разы за то время, пока были более-менее стабильны физические объемы экспорта. Это и следствие улучшения условий травовли, это и следствие того самого роста цен. Это, с одной стороны, мы можем переживать по поводу того, что это внешний по отношению к нам фактор и мы не способны им управлять, но с другой стороны, это те преимущества открытой экономики, те преимущества внешней торговли, которые мы смогли получить, когда вошли в структуру мировых хозяйственных связей, но которые бы мы не получили тогда, когда мы торговали мало. Потому что, когда объемы нашей торговли близки к нулю, не играет никакой роли, как меняются условия торговли, улучшаются, то есть какая разница, как меняются цены на то, чего мы не продаем и не покупаем. И вот тот большой рост объемов импорта, при более-менее постоянных или незначительных изменениях объемов экспорта, внес свой вклад в тот подъем благосостояния, о котором я говорил. Я попробую чуть-чуть телефразировать и попытаться оптимизировать этот вопрос. То, что благосостояние растет в условиях открытой экономики, это есть очень теоретический результат и по ощущениям мы это видим и в российской экономике. И другое дело, в какой мере эта картинка показывает эффект роста благосостояния и в какой мере рост благосостояния отражается в росте экспорта. Вот тут как бы тоже может быть имеет смысл этот же тезис просто как-то по-другому проиллюстрирует. Значит так, я бы сказал так. Эта картинка иллюстрирует возможность роста благосостояния. Потому что пока у нас объемы были невелики в внешней торговле, то мы... И допускает иные интерпретации, как мы и сейчас видим. Вот, значит здесь, когда мы стали торговать, когда объем нашей внешней торговли изменился кардинально, да, то влияние этого тоже стало велико. Но для того, чтобы конкретизировать, какое именно было это влияние, надо привлекать дополнительную информацию. Я бы так говорил. Да, я вот, когда говорил про сектор услуг, я не точно с вами говорил, но я думаю, что если бы мы брали рост цен, ну, рост условий торговли, брали бы рост интер. И вот тогда бы сектор торговли и услуг внутри страны, он бы рос вот таким темпом? Думаю, нет. Думаю, нет. То есть и тогда бы вот эта восходящая траектория, ну, трансформационное восстановление, оно бы было бы гораздо более холодное. Насколько оно было бы холодное? Значит так, вот показатель, вполне вероятно, что показатель ВВП мог бы измениться не сильно. Вполне вероятно. Это с учетом того, как он строится. Потому что, то есть с учетом того, как он строится, он мог бы измениться не сильно. Не тот идеальный показатель ВВП, как следовало бы правильно считать, да, а вот тот конкретный показатель, который мы имеем, он бы, ну, наверное, снизился, но не сильно, совсем не сильно. Но показатели благосостояния, например, те же вот эти, то, что я показывал, вот тут, вот это вот, оборот ротичной торговли, реально располагаемые денежные доходы населения, скорее всего, они так сильно не росли бы. И, ну, это мы увидели бы, да. Спасибо. Еще вопросы? Ну, уважаемые коллеги, если у нас больше нет вопросов, надо поблагодарить докладчика. Спасибо. На этом мы закрываем все. Спасибо.